Без отопления в Ромашке нам всех придет Кондрашка. Спасите наших детей. Рада, помоги! Жизнь нам сбереги! Рада, помоги! Жизнь нам сбереги! Переселенцы из лагеря Ромашка просят харьковских чиновников обеспечить им более комфортное существование. Уверяют, так жить дальше просто невозможно. Среди митингующих и молодая мама трех детей Анна. Женщина приехала в Харьков из Луганска. Надеялась, что пробудет в гостях всего несколько недель. После вернется домой. Однако... И опасно для детей. Ну, сами знаете, там ни света, ни воды, ничего вообще нет. Семье где-то нужно зимовать. А лагерь Ромашка, как бы там хорошо ни принимали, просто не приспособлен к холодной паре года. Резко похолодало. И, конечно же, вот здесь холодно, а в Ромашке еще холоднее. Потому что там лес, там низина. И без отопления просто мерзнем. Несмотря на просьбы и даже мольбы о помощи к митингующим, никто из представителей власти не вышел. Игорь Балута был в изюме, а заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Горбунова-Рубан на выезде в московском районе. При этом в телефонном режиме заммэра пояснила. У нее нет никаких письменных обращений от переселенцев из лагеря Ромашка. Правда, сами беженцы уверяют, что это не имеет никакого значения. Что бы ни говорила сейчас обла администрация, но они знают досконально все наши проблемы. О проблеме в облгосадминистрации действительно знают. Во всяком случае, чуть ранее губернатор Харьковской области Игорь Балута заявил, что ни один переселенец в неотапливаемом помещении зимовать не останется. До 10 октября находится 1420 человек приблизительно. Вот эта цифра меняется. И все эти люди будут переселены в жилье, приспособленное для зимы.